Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, здравствуйте! Христос Воскресе! Тема нашего сегодняшнего с вами разговора, книга второсокония, глава 29. И в этой главе есть продолжение, тема начатая еще две головы назад, в главе 27, тема благословения и проклятия. В этой очередной речи своей Моисей еще раз рассказывает о том, что жить вместе с Богом, вступив с Ним в Завет, предполагает две различных модели дальнейшего развития, два варианта дальнейших взаимоотношений. Это можно идти по пути благословения и можно идти по пути проклятия. Тема эта вполне раскрыта в главе 28, и там я очень подробно рассказывал о том, как это так можно верить в то, что Бог кого-то проклинает, как можно позитивно воспринимать это учение нам, христианам. Сейчас же мы не будем повторяться, а скажем лишь то, что эти учения возникли, потому что в Древнем мире и в Ветхозаветные времена для мировоззрения евреев Бог был единственным источником всего, что тебя окружает. И доброе – жизни, рождение, просветание, умножение твоего потомства, да вот самое хорошее. И плохого – болезни, эпидемия, смерть, завоевание, изгнание, рассеяние и прочие нехорошие вещи. Бог – автор всего. Вторая вещь, следует, которую помнить нам, читая 29 главу, это то, что нужно было хорошенько испугать евреев. Вот так можно сказать. Хорошенько, когда кого-то испугать, когда кого-то ты воспитываешь, учишь, чтобы он никогда в жизни не поступал, как ты этого не хочешь. Потому что ты так уже поступал, возможно, или ты знаешь, что это точно опасно, точно не рекомендуется, точно венец этого пути – смерть, несчастье и одиночество. А он, малыш, твой сын, подросток, ребенок, этого пока не знает. Он это опытно не испытал, не пережил. И поэтому все, что нужно ему сделать – тебя услышать, твои заветы родителей сохранить и охранять, и практиковать в своей жизни. Не имея опытного подтверждения того, что ты прав. Это самая лучшая модель. И вот эта самая лучшая модель, касающаяся нашего семейного жития и бусия, она вот спроверсирована на отношение Бога и целого народа, израильского племени. Не поступайте так-то, потому что внец этого пути – это есть проклятие. И вот есть подробное, красноречивое, колоритное описание того, что такое проклятие. Но, конечно же, вполне или наиболее выпуклое это проклятие было изображено в главе 28 книги Второзакония. Здесь же есть речь Моисея, где он еще раз, видите, как в школе, все одно и то же. Каждый новый день, новый цикл повторяется пройденное. То же самое здесь. Моисей еще раз рассказывает о смысле исхода и о том, что должны вынести евреи, идущие по пути этого исхода из Египта, в своей жизни, и чему они должны научить своих детей и внуков. Итак, читаем и комментируем. 29 глава, стих 1. Таков договор, который Господь повелел Моисею заключить с сынами Израилевыми в Муаве, в дополнение к тому договору, что он заключил с ними на Хариве. Значит, Муав – это территория за Иордания, это восток от Иордана. Оттуда заходят племена израильские для завоевания Ханаана, Палестины. Современные. И вот в этом Муаве, до пресечения реки Иордан, Моисей излагает народу, собравшемуся еврейскому, израильскому, какие-то очень важные вещи. И вот в этой местности, в земле Муава, повторяются какие-то вещи, которые до этого были сказаны, озвучены аж на горе Хорив, на горе Синай. И в этом, друзья, довольно важная деталь содержится. Дело в том, что завет Божий имеет свойство перезаключаться. Ну, как вот договор. Договоры пролонгируются, имеют договора срок какой-то, договор заключен на какое-то время, а потом пролонгация, либо подписание нового договора. То же самое и здесь. Поколение новое вступает в Иордан, иное, чем то, которое вышло из Египта, иное, чем то, которое было участником завета договора с Богом на горе Синай, либо Хорив. Поэтому этому новому поколению нужно личное заключение договора завета с Богом. Моисей созвал всех сынов Израилевых и сказал, вы сами видели все, что сделал Господь в Египте с фараоном, с его рабами, со всей его стороной. Но мы об этом уже говорили, такая странная традиция в книге второзакония показывает то, что на самом деле вы это видели. И вот такая возникает гипотеза, что ли, или представление о кратком исходе. Одно и то же самое население вышло и пришло. Тогда вот эти слова, они понятны. То есть не было этого 40-летнего странствования по пустыне Синайской, ничего этого не было. А исход был довольно такой вещью стремительной. Своими глазами видели вы эти великие тяжкие испытания, эти великие знамения и чудеса. Но и по сей день Господь не дал вам ни разума, чтобы понять, ни глаз, чтобы видеть, ни уши, чтобы слышать. Но это очень такая типичная вещь во всем Танахе, Библии еврейской, ругать народ израильский. И в этом отношении эта книга очень удивительная, потому что, как правило, люди сохраняют то, что их восхваляет. Какие-то самые красочные стороны своей истории, верх своего расцвета. Все это записывается, переписывается, является элементом традиций, семейных преданий, легенд. Тут другое. Очень часто или почти всегда народ еврейский является объектом жесточайшей критики и осуждения. Вы все делаете не так. Об этом говорят и пророки, и Тора об этом учат. То же самое здесь. Вы вышли из Египта. Вы сами видели чудеса и знамения. И на ваших глазах фараон потерпел поражение, и вы из его лап выскользнули, и Бог охранял вас в вашем странствовании. Но вы какие-то, видите, нет разум. Вы какие-то безмозглые, говоря по-русски. Вы какие-то слепые. У вас нет глаз написано здесь, чтобы все это понять и все это видеть. Я 40 лет вел вас по пустыне, но одежда ваша не изнашивалась, и обувь тоже не изнашивалась. Ни хлебом вы питались, ни вино и пиво пили. Так было, чтобы вы познали, что я Господь, ваш Бог. Ну, тут такая мысль. У вас не было таких нормальных элементов трапезы семейной. Видите, хлеб, вино и пиво. Ну, сразу скажу, поясню про пиво и вино. Дело в том, что не было в древнем мире знакомых нам разнообразных напитков. Не было ни чая, не было ни кофе, ни какао, не было соков. Ну, кроме как соков из свежевыжатого фрукта. Ничего нельзя было сохранить. Не было ни консервантов, не было консервов, не было холодильников, рефрижераторов. Не было никаких камер, стоящих из льда. Да ничего этого не было. Поэтому все, что можно было сохранить и потом пить, это было вино разбавленное и такое некрепкое пиво. И поэтому пиво и вино, это была очень частая, частотная часть рациона каждого еврея, жителя древнего мира шире. И в этом никакого не было порочного момента. Ели хлеб, использовали оливковое масло, запивали вином, разбавленным водой и пивом. Вот это была часть рациона такого нормального жителя древнего общества. Ну, друзья, здесь описывается в стихе 7 терапия. В 9 начавшееся завоевание этой земли, завоевание за Иорданья. Некоторые цари, вот Сихон и Ога, цари Хижбона и Башана или Васана, они были против странствующего племени евреев и их ждало завоевание. И завоеванные земли отошли к племени, видите, Моносия, Рувима и Гада. Все вы стоите пред Господом ныне, пред вашим Богом, вожди, главы племен, старейшины, старосты, все сыны Израилева, и дети, и женщины, и переселенцы, живущие среди вас от дровосека до водоноса. Очень, друзья, важные детали. Участниками завета являются все люди, и дети тоже, и женщины тоже, и переселенцы. Что, друзья, вещь неочевидная, потому что, вообще-то говоря, для Ветхого завета объектом божьего какого-то призыва, участником диалога с Богом является мужчина-израильтянин. Все, кто вне этой категории, все это люди, которые поскольку являются участником этого процесса священной истории. Но здесь иная ситуация, и женщины, и переселенцы, геры, то есть не местные, не евреи, являются участниками этого завета. Вы вступаете в скрепленный проклятиями договор с Господом вашим Богом. Господь ваш Бог заключает с вами ныне этот договор, чтобы сделать вас своим народом и стать вашим Богом. Он обещал это вам и давал такую клятву вашим породителям, Аврааму, Исааку и Якову. В этом большом предложении, состоящем из трех стихов, есть очень важное выражение. Вы вступаете в договор с Господом, скрепленный проклятиями. Ну, как настоящий договор. В наше время тоже, если какой-то договор подписывается, там есть в конце обычно какие-то санкции в случае расторжения договора. И внизу обычно пишется форс-мажор, когда нельзя было договор не расторгнуть. Там наводнение, нашествие наплеменников, войны, эпидемии, ситуация ЧС и так далее. Тут нет никакого форс-мажора, не предполагает договор с Богом ситуации форс-мажора, когда можно забыть о Боге и о Его заповедях. Но очень подробно в главе 28 рассказывается то, что бывает с тем, кто не исполняет закон с Богом. Поэтому в этом отношении, поскольку в договоре есть часть под названием благословения и часть под названием проклятия, можно сказать, что договор скреплен проклятиями. И вот тогда эта фраза делается нам понятной. Не только с вами заключаю я этот договор, скрепленный проклятиями. Это договор и с теми, кто ныне стоит здесь вместе с нами, пред Господом нашим Богом и с теми, кого нет с нами ныне. Но считается, что это какая-то такая позднейшая редакторская добавка, которая предполагает то, что этот завет регулярно обновлялся. И тогда этот текст читался, такой своего рода символ веры, то, что было с вами в Египте, рабство, плен, угроза исчезновения, ассимиляции, вырождения, потом освобождение, спасение Богом. Вот такой вот символ веры настоящей. И в конце концов, еще раз подтверждение завета. И все это могло совершаться регулярно, там раз в пять лет, либо даже ежегодно. И тогда участниками этого договора было каждое новое поколение жителей Израиля. Вы помните, как мы жили в Египте, как шли потом по землям различных народов, вы видели их мерзких идолов, деревяшки и камни, изделия из серебра и золота. Да не будет такого, что кто-нибудь из вас, мужчины или женщины, или целый народ, или целое племя, отвернулся ныне от Господа, вашего Бога, и пошел служить богам этих народов. Да не будет среди вас корня, рождающего яд и горечь. То есть, когда люди почитают Астарту или Ваала, или прочих божеств, они как будто бы являются корнем, пускающим очень много побегов, такой очень активный, очень такой токсичный корень, но все эти побеги, они горьки. Плоды этого дерева – горечь, одиночество, изгнание, бедствие, бедность и проклятие. Пусть никто, услышав эти проклятия, не благословляет себя, мысленно говоря, у меня все будет хорошо, хоть я и буду следовать своему упрямству. Ну вот тут очень такой сильный описывается ход мысли, скажем так, человека. У меня все будет хорошо, потому что Бог – участник договора с Израилем. И точка. Так вот, нет, так не работает. В этом договоре есть разделы, связанные с благословениями и с проклятиями тоже. И в этом отношении ты не можешь успокаивать, утешать себя тем, что ты часть народа заветного, вступившего в завет с Богом. Нет, это не работает. Ведь так погибнет и орошенная земля, заодно и с пересохшей. Не простит Господь такого человека. Яростный гнев Господень опалит его. Падут на него все проклятия, записанные в этом свитке. Господь сотрет имя его под небесами. Именно этого человека из всех племен Израиля Господь покарает, согласно всем проклятиям договора, дописанного в этом свитке в законе. Вот что скажет будущее поколение, ваши потомки, которые будут жить после вас, и наплеменники, которые придут из дальних стран. Они увидят бедствие этой страны, болезни, которыми Господь поразил ее, увидеть серу и соль, выжженную землю, где уже ничего не посеешь и не вырастешь, где не взойдет никакая трава, словно это Содом и Гамора, а дмать своим города, уничтоженные Господом в ярости и гневе. Скажут все народы, за что Господь сделал с этой страной такое, и за чего гнев его разгорелся так сильно. Им ответят за то, что этот народ забыл договор с Господом, Богом их предков, который он заключил с ними, когда вывел их из Египта. Они пошли и стали служить другим богам, стали поклоняться им, богам, которых они не знали, которых он им, то есть Бог им не предназначал. И разгневался Господь на эту страну и послал на нее все проклятия, записанные в этом свитке. В гневе, ярости и сильном негодовании Господь изгнал их с их земли в другую страну, а они и поныне там. Сокрытое у Господа нашего Бога, открытое, дано нам и детям нашим навеки. Мы должны исполнять этот закон. В стихе 28 есть выражение «они и поныне там». Люди, которые находятся в возгнании, в плене, которые уведены на чужбину осилийцами или вавилонянами. И вот эта вот добавка «они и поныне там», до сегодняшнего дня там, показывает то, что текст сформировался в очень таком продолжительном временном отрезке. Было какое-то ядро, связанное с событиями своего исхода, с Моисеем, вступлением в землю Хананскую, но потом эта традиция стала передаваться из поколения в поколение, видоизменяться, записываться, переписываться. И окончательную форму, судя по тексту, по тексту, который мы читаем, эта книга обретает уже во время плена или послепленное время. Вот тогда, в веке, может быть, в шестом или даже в пятом до Рождества Христова фиксируется окончательный состав или форма окончательной о книге «Второзаконие» «Доворим». Нас никак это не смущает. Это помогает нам лишь понять более глубоко и более основательно смысл этой книги, и ее идеологию, и то, что Бог желал сообщить людям, жившим в разные времена, в разные эпохи истории Израиля, благодаря своим пророкам и своим славным переписчикам, носителям традиции. Дорогие друзья, голова прочитана, истолкована. Помощником нашим был портал экзеге.ру. Спасибо за внимание. Не болейте с Богом. Продолжение следует...